Дорогие друзья Встаньте пожалуйста Велина Санжиевна одна из наиболее видных российских исследователей буддийской культуры и философии стран Азии Получив базовое образование как китаевед в дальнейшем углубила свою основную специализацию как тибетолог Велина Санжиевна внучатая племянница выдающего буддийского общественного деятеля начала 20 века Атвана Доржиева Дочь крупного российского монголоведа Санжея Дылыкова Ученица всемирно известного востоковеда Юрия Николаевича Рейха Вместе со своим мужем выдающимся российским тибетологом Юрием Михайловичем Парфиановичем Она соавтор таких крупных изданий как 11 книг тибетско-русского английского словаря с санскритскими параллелями И фундаментальный атлас тибетской медицины Велина Санжиевна Дылыкова Парфианович автор целого ряда книг и переводов посвященных культуре и философии Тибета Сегодня наша презентация посвящена великому уникальному переводу Расшифровки священного тибетского текста Кала Чакры Тантры Дорогие коллеги, прежде всего я выражаю вам глубокую благодарность за приглашение для участия в вашем конгрессе И возможность презентации книги перевода о строении Вселенной под названием Кала Чакра Тантра Тема моя, рассказ об учении Кала Чакра Тантра И какие-то новые сведения о буквальном переводе Третьей, последней версии Кала Чакра Тантра, которая называется поздняя версия Официально она опубликована в буддийском каноне под названием Канжур, состоящем из ста томов Постараюсь вас не очень утомлять, поскольку сообщения исключительно носят научный характер Астрономическую и астрологическую систему Кала Чакры Согласно тибетской исторической традиции Будда проповедовал в год своего высшего просветления То есть в год погружения в нирвану Существует несколько версий о первой проповеди Кала Чакры Будды Гаутамы И каждая из них представляет различные традиции, распространенные в Индии и Тибете Духовный лидер Тибета Далай-Лама XIV пишет об этом событии следующее На пятнадцатый день третьего месяца в год его просветления Шакья Муни Будда прибыл на Коршунью гору в Мадрас в монашеском одеянии И изложил сутру совершенной мудрости в Тханя-Катаке на юге Индии Как божество Кала Чакры И разъяснил всем присутствующим Кала Чакры Тантру Проповедь Тантры состоялась внутри огромной многоуровневой монументальной ступы Местонахождение которой Юрий Николаевич Рерих определяет в Амаравате Мадрас Южная Индия Кала Чакра Тантра была изложена по просьбе царя Сучандры Эманацией Важрапани Который затем составил Тантру в ее пространной форме Состоящей из двенадцати тысяч шлок Царь Сучандра был родом Ишамбхалы Местонахождение которой профессор Джузеппе Туччи Определяет в традиционных местах близ леки Сита Тарим То есть в восточном Туркестане Прослушав Тантру Царь вернулся в Шамхалу Написал обширное изложение ее И провозгласил учение Кала Чакры Как государственную религию Индийский учитель Силупа из Алисы Отправился в Шамхалу И стал знатоком Кала Чакра Тантры И большого комментария к ней Вернувшись в Индию В девятьсот шестьдесят шестом году Силупа Он же Кала Чакра Пада Старший Нанес поражение в диспуте Пандиту Наропи Который в то время Был настоятелем Наланды Одного из главных центров буддизма В Индии наряду с Микромашилой По поводу имени индийского учителя Я хочу внести коррективы Я вам процитировала информацию Изложенную Юрием Николаевичем Релихом Речь идет о человеке Имя которого немножко искажено Речь идет об индийском знаменитом Махаситхе по имени Тилопа Все дело в том Что по-настоящему Учение Кала Чакры Носят не совсем Чисто индийский характер Но все-таки Первоначальные сведения Связывают учение Кала Чакры И составление Кала Чакры Тандры С именами знаменитых Бедающихся 84 Махаситхов В их число как раз и входили Тилопа и затем Наропа В отношениях Тилопы и Наропы Существует естественная связь Учитель и ученик Наропа вам должен быть известен Поскольку именно он составил Шесть знаменитых мистических йог Которые так и называются И вошли в историю Тибета Как шесть йог Наропы Об этих йогах Которые включают в себя Агнии йогу Очень много и подробно Писала Елена Ивановна Рерих Поэтому Вы с этой йогой Близко и досконально Знакомы И я не буду Описывать и рассказывать Про эти йоги Их шесть И они легли В основу всего Учения Кала-Чакры Так что Восемьдесят четыре Махаситхов Свободно путешествовали Между Территория Индия Афганистан Через Кашмир Афганистан И далее В Иран В арабские страны Поэтому Здесь следует Говорить О Взаимодействии И влиянии На создание системы Астрологической И астрономической Кала-Чакры Как колесо Времени Речь идет о том Что На Кала-Чакру Тантру И на эту систему Оказала Влияние Древняя Иранская Система Которая Называет Системой Зирванита Это В общем-то Учение Связано С Временным С Временным С Временным Периодом И к тому же Она Связана С Древнеиндийской Системой Под названием Калавада Которая Означает Космический Принцип Поэтому Видели Почему В настоящее Время Исследователи Системы Кала-Чакры Говорят О не совсем Чистом Индийском Происхождении Этого Учения Потому Потому Что В ней Присутствует Не только Индийские Так сказать Открытие Системы Времени И Сокровенные Учения Которые Ведут Своё Происхождение Из Четырёх Вет Но Помимо Всего Прочего Ближневосточные Влияния О котором Также Писал Юрий Николаевич Релих Имели Место В создании Этой Астрологической Системы Помимо Всего Прочего Если Говорить О том Когда Система Кала-Чакра В общем-то Была Известна В Индии То Можно Проследить Её Присутствие До Шестого Века Новой Эры Затем Каким-то Таинственным Образом Эта Система Вместе С Учением Из Индии Исчезла Затем Наступил Очень долгий Период Неизвестности Отсутствие Любой Информации Об этом Учении И Возникла Она Уже В середине Десятого Века Достаточно Поздно Но Опять же В Индии И Затем Вместе С Бенгальским Пандитом Атишей Проникла В Тибет Где Получила Широкое Распространение И Здесь Следует Отметить Что Уже В позднем Варианте Этой Системы Следует Рассматривать Наличие Уже Элементов Присутствие Чужеродных Мотивов Так Например Мы Должны Говорить О Двенадцатилетнем Годовом Животном Цикле Это Уже Как Считают Исследователи Является Собственностью Других Народов А именно Тюркских Вот Этот Животный Цикл Который Немножко Различается От Версии Уйгурских Животных С дальневосточными Животными И Об этом Животном Цикле О роли Вхождения В астрологическую Систему И Создание 60-летнего Временного Цикла Который Был Утвержден В системе Калачакра В 1027 Году В общем-то Достаточно Хорошо Известно И Об этом Известим И Об этом Излагала И Писала Не только Елена Петровна Блаватская Но и Елена Ивановна Рейрих Самое Самое Главное Что Почему Мы можем Говорить Совершенно Точно О том Что Изложение Материала О Структуре Астрологической Системы Совершенно Верно И Совпадает С научной Информации Я Просто Приведу Вам Пример Книги Нашего Знаменитого Фантаста Евремова Которого Мы Все знаем И Любим По Его Знаменитой Книге Туманность Андромеды И Вторая Его Книга Час Быка Все Свои Книги И Соответственно Открытия Которые Носят Действительно Настолько Интересный И Уликательный Характер Связаны И Объясняются Знакомством Евремова С Дневниками Елены Ивановны Рерих С чем Я Вас И Поздравляю Дальше В отношении В отношении Учения Так называемых Известных Махат Или Великих Существ Которых В буддизме Определенно И Терминологически Называют Бодхисатпами Все дело В том Что Мусульманское Вторжение В Индию Привело К полному Почти Уничтожению Разгрому Буддийских Университетов Которые Процветали В Индии До В общем-то Двенадцатого Века Но Истребление Носило Столь Ужасающий Разрушительный Характер Что Специалистам Ученым Пандитам Индии Ничего Не оставалось Делать Как Спасать Свои Жизни Спасать Свои Знания И Спасать Свои Рукописи Бегством В Гималайе В Гималайских Тибет Тибетских Горах Они Нашли Прибежище Начали Нашли Возможность Спокойно Проживать И Проповедовать И Распространять Своё Учение Поэтому Можно Говорить О реальном Факте И Контактах Махатм С нашими Выдающимися Представителями Теософского Движения И не только А к тому же И Знаменитых Тибетологов Которые В своё время Подверглись Чрезвычайной Критики И Нападком Со стороны Научного Мира Я Имею Ввиду Основоположника Научной Тибетологии Знаменитого Венгра Чома Докёрши Который В поисках Корней Своего Народа Отправился В Тибет И Долгое Время Пребывая В Дорчелинге Хорошо Освоил Тибетскую Культуру Тибетский Язык Тибетские Памятники Тибетскую Философию И Тибетскую Религию И По всем Самым Знаменитым Памятникам Чома Кёрши Издал Свои Труды После Этого В том числе Ему Принадлежит Краткое Описание О Системе Кала-Чакра Поэтому То, что Он получил Призвание И Совершенно Официально Был Назван Основоположником Всей Научной Тибетологии Вы знаете Это говорит О том Что Учение Шамхала Которое Как бы Хранилось В мистической Стране Шамхала Местонахождение Которое До сих пор Неизвестно Оно Существовало Реально Оно Оно Оставило Тексты Которые По сути Дела На санскрите Были Утеряны Но зато Сохранились В комментариях Комментарии Комментарии Были Составлены Теми Же Самыми Древне Индийскими Пандитами Затем Эти Комментарии Были Переведены На Тибетский Язык И Сохранились В огромном Количестве Они Вошли Во второе Так называемое Собрание Свод Тибетского Буддийского Канода Под названием Танжур Так что Если первое Собрание Под названием Три Питека Три Корзины Носит название Канжур И содержит Несколько Версий Кала Чакры Вместе с тем Оно Оказывается Содержит И какие-то Сохранившиеся Комментарии То Уже Второе Собрание Буддийского Канона Под названием Танжур Составляющая 225 томов Содержит Огромное Количество Буддийских Текстов Которые Представляют Из себя В большом Количестве Комментарии На Систему Кала Чакры Мы Представляем Комментарии 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 Комментарии